МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Если ваше имущество повредили в ходе капитального ремонта, как это доказать? Куда обращаться в случае, если подрядчик не хочет искать компромисс? Расскажем сегодня о телевизионном обзоре новостей. Здравствуйте! Каким был тон этой недели, знают корреспонденты службы информации телерадио компании «Сургут Интерновости» и я, Дарья Давыдова. А вот еще темы, которые мы обсудим в этом выпуске. С 1 июля в сургутских платежках за ЖКУ появится новая строчка – обращение с ТКО. За вывоз мусора мы теперь тоже будем платить иначе. Также в планах обустроить в городе новые контейнерные площадки, а в ближайшие годы возвести под Сургутом завод по сортировке и переработке отходов. Какой тариф за вывоз ТКО будет действовать отныне? И станет ли после нововведений меньше несанкционированных свалок? Подробнее в выпуске. В Югре готовится первый в стране законопроект о креативной деятельности. Понятию дадут определение, а новый сектор получит поддержку окружных властей. Почему именно наш регион может превратиться из сырьевого в инновационный? И какие проблемы решит креативная экономика? В вопросе разбиралась Татьяна Расторгуева. По-человечески не жаль. Жизнь пенсионера-инвалида, запертая в комнате в 12 квадратных метров, не изменилась. Власти Сургутского района не смогли откликнуться на крик женщины о помощи. Она всего лишь просила переселить ее из коморки на втором этаже, в помещение большей площади и на первом. Это позволило бы ей хоть иногда бывать на улице. В последний раз Валентина Джамалова находилась на свежем воздухе в 2014-м. В гостях у пенсионерки вновь побывал Дмитрий Круковец. История длиной в пятилетку. На земельный участок площадью в 34 гектара в Сургутском районе претендует несколько сторон. ДНТ Барсовская не один год судится с природоохранной прокуратурой. В 2017-м земля была предоставлена администрации Барсова дачному товариществу для безвозмездного пользования. Теперь это решение отменено, участок обязали вернуть. О всех тонкостях дела в сюжете Юлии Плескачевой. Посмотреть на Сургут и Югру с другой стороны. Окружная форсайт-сессия под названием «Креативная экономика» прошла в нашем городе. Целей у двухдневного мероприятия было много, но самое главное – дать понятие новому вению развития бизнес-потенциала в стране и Ханты-Мансийском автономном округе. Измышления и выводы должны лечь в основу будущего закона, который может поддержать представителей креативного предпринимательства. Реформировать образование, остановить отток талантливых молодых людей в города-миллионники, диверсифицировать экономику – все это возможно, утверждают эксперты форума, но на слом системы потребуется время. Сколько нужно и зачем нашему региону менять существовавшую годами модель развития? И почему Югра может стать первопроходцем в креативном кластере? Татьяна Расторгуева расскажет все подробности. Время меняться. Понимание того, что эпоха сырьевой экономики постепенно уходит на второй план, по словам экспертов, пришло. В выборе, в какую сторону качнется наш регион через один-два десятка лет, важно не ошибиться. Сделать это можно, лишь оказавшись первопроходцем. Деньги и рынки, они не в Сургуте, они не в Югре. Они где-то там, за пределами. Они в Китае, в Москве, в Тюмени и так далее. Какие технологии, какие продукты, какие проекты вы отсюда экспортируете, то есть если у вас экспорт креативного продукта. Если этот продукт сделан для себя, либо взаимодействует с другим, мы можем кому-то предложить еще, но там мы можем заработать. И вот сегодня я понял, что уже в Сургуте, в Югре эта ситуация дозрела. Югра может стать первым регионом, который поймет и попробует, что такое креативная экономика. Мировой опыт относит сюда архитектуру, дизайн, урбанистику, территориальный маркетинг и брендинг, сферы медиа и IT, а также абсолютно все ремесла. Креативная экономика, да, как любая экономика, это определенная отрасль, которая в том числе направлена на повышение привлекательности региона, инвестиционной привлекательности региона, которая должна приносить доход в бюджет определенный. Да, это обычная экономика, только вот с таким необычным уклоном. Креатив, нестандартный подход в бизнесе, он необходим. Те люди, которые не могут мыслить нешаблонно, они, как правило, не выживают в бизнесе, потому что это всегда новые задачи, нестандартные решения, чтобы нестандартно мыслить, нешаблонно мыслить, необходимо знать те шаблоны, по которым мы работаем. Фонд поддержки предпринимательства Югры планирует открыть в Сургуте центр услуг «Мой бизнес», а в нашем городе и регионе идет работа по созданию креативного кластера. Это одно из приоритетных направлений в округе. Поддержка обеспечена на уровне губернатора. Основная задача, да, чтобы экономика Югры развивалась. И в этом плане мы считаем, что при креативном подходе, при интересном подходе наши малые предприятия будут выходить на российский уровень. То есть мы со своими товарами, со своими производствами будем масштабировать их в рамках всей страны и выходить на международные рынки. До этого момента, безусловно, еще далеко. Пока в Югре пытаются определиться с теоретической базой. Сформировать инициативы, которые могли бы лечь в основу будущих законов, регулирующих новую отрасль. Это позволит создать уникальные условия для расцвета креативного кластера. У нас сейчас большая работа там проходит. И необходимо нам понять, а что и какие виды деятельности будут у нас обозначены именно в Югре. И какие виды деятельности войдут уже как раз в эту нормативку, по которым будут осуществляться формы поддержки. Для чего мы это делаем? Это очень важно сейчас создание кооперации и создание именно объединения для того, чтобы выйти на абсолютно новый уровень развития. Реформа образовательных программ, подходов к ведению бизнеса, переосмысление собственных принципов ведения бизнеса и запроса на продукт со стороны общества. Еще одна глобальная цель – попробовать остановить утечку творческих кадров в города-миллионнике. Этот рынок не развивается. И отток молодежи, он провоцируется как раз тем, что здесь нету деятельности. Второй момент связан с тем, что кроме них самих эту деятельность никто создать не может. И тут я хочу сказать респект вашему губернатору, который по большому счету не стал думать за молодежь. Он сказал, друзья, как бы, а вот придумайте сами. Придумывали и слушали два дня. Эксперты поставили перед гостями форума ряд задач, в том числе и практических. Цель – заставить взглянуть на собственные идеи по-другому. Анализировали, какими будут Югра и Сургут через 5, 10, 15 лет представители правительства Югры, общественных центров, университетов, предприниматели. Здесь много людей, получается, у каждого свои идеи. Мы как раз здесь собрались для того, чтобы их объединить во что-то целое. И даже у меня те мысли, которые были в процессе этой работы, они трансформировались в что-то другое. Что-то удалось понять, осознать, что какие-то этапы мы не можем пропустить, мы не можем прийти мгновенно к результату какому-то. То есть мы должны пройти определенный путь. Для того, чтобы мы создавали новые услуги, новые продукты, новые сервисы, как раз для экспорта их за пределы, как нашего города, так же за пределами Российской Федерации. На самом деле, не важно, где ты находишься, в Сургуте, в Когалыме, в Париже. Абсолютно не важно. Если ваш продукт считается уникальным, то его вполне можно продавать и экспортировать на весь мир. Завершающим этапом станет вынесение на рассмотрение правительства Югры пакета предложений по развитию креативной экономики региона. Представят и проект закона, регулирующего новую отрасль. Инициативу направят в августе этого года. Но эффекта сразу ждать не стоит. По оценкам федеральных экспертов, на запуск креативной экономики может уйти больше десятка лет. Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Владимир Федоров. Специально для телевизионного обзора новостей. Помочь оказалось нечем. История бабушки-инвалида, пять лет не выходившей на улицу, никак не тронула власти Сургутского района и поселка Белый Яр. Старушка ютится в тесной комнатке размером 3х3 в старой двухэтажной деревяшке. Передвигаться из-за болезни не может. Выходом могла бы стать инвалидная коляска, которая, к слову, есть, но спуститься со второго этажа, а затем подняться домой, просто нереально. На ситуацию обратили внимание представители молодой гвардии и Общероссийского народного фронта. Но реакции со стороны тех, кто принимает решение, нет. В надежде на то, что о проблеме все же услышат, мы съездили в гости к Валентине Ивановне Джамаловой еще раз. Мой коллега Дмитрий Круковец продолжит. Об истории Валентины Джамаловой мы рассказывали этой зимой в телевизионном обзоре новостей. 71-летняя пенсионерка уже много лет живет в крохотной комнате площадью 12 квадратных метров в поселке Белый Яр Сургутского района. Здесь у нее и туалет, и спальня, и кухня. Женщина, инвалид, сахарный диабет и практически неподвижный образ жизни лишили ее возможности самостоятельно ходить. Сын мой получил как маневренный фонд. Потом как-то получилось, получилось, что я не прописана была, я воспитывала его сына Дениску. А потом приехала в Россию, из Украины. Ну, прописали меня сюда. Соцнайма сейчас оформила сына. И все. Ну вот, комнатка такая, 12 квадратных метров. У Смурой тут. Узнали о проблеме Валентины Ивановны общественники из молодой гвардии и постарались рассказать эту историю так, чтобы на ситуацию пенсионера-инвалида обратили внимание власти. Тем более, что опыт решения подобных проблем у волонтеров был. В Сургуте таким образом помогли пенсионерке переехать из разваливающейся халупы в капитальное жилье. Но за территорию Сургутского района городские общественники, увы, не отвечают. К сожалению, Сургутское отделение молодой гвардии ограничено территориально именно в Сургутской территории. Поэтому в той ситуации мы могли лишь передать информацию, дать огласки. И, насколько я знаю, подхватил вопрос общероссийский народный фронт. Но, видимо, на данный момент решение до сих пор не принято. Что удивительно, учитывая, что в Сургуте есть положительный опыт решения подобной ситуации. Все, о чем просит Валентина Ивановна, квартиру побольше площадью, до этажа не выше первого. Так, чтобы можно было пользоваться инвалидной коляской и периодически выезжать на ней на улицу. Во всяком случае, ей нужно как минимум площадь расширить, чтобы она могла спокойно передвигаться и нормально существовать. Может быть, рассмотреть возможность первого этажа переселения для того, чтобы она могла выйти на улицу. Вон коляска, вон какая хорошая есть. Эта коляска хорошая, но я не могу даже развернуться, некуда мне. Готовлю вот мультиварка, вот электроплитка. Водички мне приносят, сноха приносят оттуда банки. Купаюсь я, детский бассейн надуваем, на стульчик сажусь, она мне поливает. По словам женщины, в рамках своих компетенций ей помогает соцслужба, поддерживают друзья и родственники. Они из мэрии Сургутского района, ни администрации поселка Белый Яр. Никакой реакции не последовало. Ничего, абсолютно, абсолютно. Никто ничего. Никто ничего. Я в Деда Мороза, Дима, давно уже не верю. Никому я нафиг не нужна. Никто ко мне не придет. Это точно. Мы инвалиды, мы пенсионеры. Балласт для государства. Балласт. Нас чем больше сдохнет, вот туда уйдет. Вот тем лучше государство будет. По собственному признанию, женщина не писала никаких обращений к властям муниципалитета о своей ситуации. На вопрос, почему, отвечает, что просто не верит, что заявление поможет изменить ситуацию. Волонтеры молодой гвардии настаивают на обратном. Без бумажки никто палец о палец не ударит. В данном случае, это, конечно же, обращение в соцслужбу. Это обращение в администрацию. Нужно писать, нужно говорить, к сожалению. Ну, невозможно уследить за всеми отдельно взятыми людьми. И если нет фактического обращения, заявления о улучшении жилищных условий, то и рассматриваться подобный вопрос не будет. Здесь главное понимать, просто желание улучшить жилищные условия или реальная физическая необходимость, как в случае с данной бабушкой. В общероссийском народном фронте нас заверили, что еще раз обратят внимание на ситуацию с Валентиной Джамаловой. Активнее в работу включится и молодая гвардия. В адрес администрации Сургутского района официальный запрос направили журналисты телеканала «Сургут-24». Скорее всего, в юридической плоскости ни одного нарушения закона со стороны властей в этой истории нет. Но вот с человеческой точки зрения нежелание протянуть руку помощи инвалиду совершенно не красит тех, кто в состоянии это сделать. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, специально для телевизионного обзора новостей. Югорский фонд капитального ремонта на уходящей неделе опубликовал новость о том, что жители стали реже обращаться к региональному оператору. Если в январе этого года в фонд поступило более 2000 обращений, то в июне на сегодня около 650. Для сравнения, в 2018-м за первый месяц лета в фонд поступило 1500 заявок. Связывают такие результаты специалисты с организацией встреч с населением по вопросам капремонта и начислений взносов. Увеличилось число югорчан, которые получают консультации по горячей линии. С июня, кстати, количество специалистов, отвечающих на звонки, выросло с двух до пяти. Как следствие, выросло и количество собственников, дозвонившихся региональному оператору и решивших возникшие вопросы по телефону. Однако проблемы все еще остаются, и одна из них связана с компенсацией ущерба за испорченное личное имущество в ходе капремонта, например, автомобиля. Такая ситуация на Бахилово-3 в этом доме. Центральный ДЭС сегодня выполняет капремонт по нескольким позициям. Хорошее дело вроде бы. Здание 80-го года постройки. Реновация прямо-таки напрашивается, но радость от обновления родных стен омрачена. Чем и что теперь делать одному из собственников квадратных метров, чтобы добиться правды? Вместе с Денисом Зоновым мы встретились с жителями 3-го дома на Бахилово, а также задали озвученные выше вопросы нескольким ведомствам. Похоже, новые повреждения на автомобиле Нины Дорогой появились прямо во время съемок сюжета. Однако момент того, как ей поцарапали двери и бампер, на видео не попал. Поэтому утверждать здесь что-либо сложно. Зато свидетели есть у двух других предыдущих случаев. Первый произошел два года назад. Работники центрального ДЭСа промывали в подъезде на Бахилово-3 мусоропровод. Как так получилось, что разбилось стекло парадное, неясно. Однако осколки полетели прямо на машину сургутянки, заметно оцарапав левую сторону авто. При этом, как утверждают соседи, никто даже не потрудился убрать беспорядок. Я вышел на балкон, посмотрел на окно подъезда, смотрю, стекло было разбито, стекла валялись на козырьке в подъезде. Ну, я даже сфотографировал, просто я угодил фотографию. Не сохранилась фотография. Ну, я убрал это все, естественно. Ну, потому что могло упасть, повредить, мало ли, прохожих детей. Второй случай датируется уже июнем этого года. Бахилово-3 попал в программу капитального ремонта на 2019-й. Список работ внушительный. Замина труб, отопление и водоснабжение, реновация кровли, обновление электропроводки. Стены в подъезде штробили, провода заменили. Пришло время заделывать дыры. Цемент мешали на крыльце подъезда. Машина Нины стояла неподалеку. Что-то, по всей видимости, снова пошло не так. Теперь пострадала уже правая сторона иномарки и крыша. Они оказались забрызганы цементом. Сургутянка позвонила мастеру, записалась на личный прием к руководителю Центрального ДЭЗа. Однако прийти к общему знаменателю не получилось. В личном беседе господин Шемет стал на меня кричать и сказать, что он не собака. Искать он не собирается, кто это сделал. И, то есть, все. На этом, грубо говоря, я ушла и беседа у нас с ним закончилась. На сегодняшний день никаких звонков ко мне не поступало. Нина устала ждать и написала заявление в отдел полиции, чтобы найти виновных. Пригласить на место происшествия правоохранителей в таком случае, как у Нины, советуют и в департаменте городского хозяйства. Влиять на подрядчика в муниципальном ведомстве не могут. Договор после аукциона Югорский фонд капремонта заключает напрямую. Но департамент может помочь ускорить решение вопроса. Первое. Обратиться в управляющую компанию. Второе. Значит, если управляющая компания не реагирует, вот в счастье, то, что вы говорите, машину заляпали, здесь надо приглашать органы ГИБДД или УВД и зафиксировать данную ситуацию. Самый основной момент – это зафиксировать данную ситуацию официальным документом, чтобы впоследствии, если мы обратимся к подрядчику или к регоператору, и он найдет какие-то там возможности не оплачивать этот убыток, то мы через суд можем компенсировать все затраты. К слову, пойти в полицию посоветовали и в самом Центральном ДЭЗе. Нина выяснила, что некоторые работы по капитальному ремонту в их доме на Бахилова делает не сама управляющая компания, а нанятые ею работники – субподрядчики. В интервью нас заверили, что в помощи получить компенсацию за нанесенный ущерб не откажут, если будут доказательства. Если будет доказано, что подрядчик виноват, мы поможем с подрядчика стрясти. Субподрядчик? Да, субподрядчик. То есть мы с виновного готовы стрясать, помогать. Здесь вопросов нет. Не стоит забывать и про высший в этой цепочке орган – Югорский фонд капремонта. Мы адресовали вопрос о порче имущества и региональному оператору. Там рассказали, что возникают подобные ситуации регулярно, но обычно получается решить проблемы, не прибегая к суду. Однако, если договориться не получается, лучше не медлите написать заявление непосредственно в Югорский фонд. Югорский фонд капитального ремонта будет направить комиссию туда, зафиксирует актами, скажем так, причиненный вред имуществу, и уже будет подрядчикам проводить, возможно, судебно-претензионную работу, или в досудебном это порядке будет как-то устраняться. Выезд комиссии на место происшествия обязателен. Специалисты проверяют и оценивают ситуацию на месте. Вдруг имело место нарушение правил самим собственникам. Тут тоже непонятно, как машина. То есть машина стояла под домом или рядом с домом. Возможно, там нельзя было ставить машину. Возможно, еще много всяких, скажем так, нюансов. В целом, реальные шансы получить компенсацию за порчу своего имущества есть. Главное, не медлить и не стесняться. Особенно, если вы все же пытались уладить ситуацию мирным путем. Признавать свои ошибки могут и умеют немногие. Сколько будут длиться разбирательства, сказать однозначно сложно. А все зависит не только от движений пострадавшей стороны, но и от реакции подрядчиков. Нам на всякий случай советуем. Если на крыльце вашего дома коммунальщики собираются мешать цемент, припаркуйтесь лучше где-нибудь подальше. Пройти несколько десятков метров гораздо проще, чем потом доказывать свою правоту. Прямо сейчас небольшая коммерческая пауза. После рекламы продолжим коммунальную тему. Поговорим также о региональном операторе, но уже о другом. Юграэкология. С 1 июля мы будем по-другому оплачивать вывоз мусора. Также в эфире материал Юлии Плескачевой о ДНТ Барсовском. Что не могут поделить служба охраны культурного наследия и товарищества? Не переключайтесь. Я приветствую тех, кто только что к нам присоединился. А каким был тон этой недели, вам рассказывают корреспонденты службы информации Сургут Интерновостей. И я, Дарья Давыдова. Этот день настал. Новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами дошел до Сургута. В августе в своих коммунальных платежках мы увидим новую строчку с другой суммой за услугу. Заниматься вывозом мусора в нашем городе и во всей северной зоне, куда еще входят, например, Сургутский район, Нижневартовск, Покачи, Радужный, будет региональный оператор Юграэкология. Таким образом, одно ведомство будет курировать вопрос отходов во всем округе. Понятно, что вывоз ТКО нам будет стоить дороже. Раньше норматив рассчитывали из площади квартиры. Один квадратный метр равнялся двум рублям. Теперь за основу взят мусорный норматив на человека. В целом, идея нового обращения с отходами неплохая. В планах появление заводов по сортировке и переработке мусора. Во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что в стране построят 200 таких комплексов на общую сумму в 300 миллиардов рублей, причем большая часть денег это средства бизнеса. И добавил, 70 миллионов тонн отходов сейчас генерируются в России ежегодно, но полигоны скапливались десятилетиями с советских времен. И этой проблемой никто не занимался. Я передаю слово Андрею Лобову. Он расскажет, сколько же теперь мы будем платить за обращение с ТКО, а также где в округе появятся заводы по переработке мусора. Внимание на экран. На новой трассе на Нижневартовск Народный фронт еще два года назад обнаружил два мусорных участка по 4 гектара каждый. В договоре аренды первого прописано, что предприниматель здесь должен построить объекты под сельское хозяйство. Однако намеков ни на коров, ни на теплицы пока не обнаружено. Вероятно, те отходы, которые присутствуют на территории, он свозит сюда под отсыпку. И вопросов бы не было, если бы юридическое лицо получило соответствующее разрешение. Без разрешающих документов так делать нельзя. Ведомства, ответственные за экологическую безопасность, как минимум должны проверить класс опасности отходов. Ответственность у нас предусмотрена статьей 8.2 Кодекса об административных правонарушениях. Орган, уполномоченный рассматривать, это природнадзор. По результатам рассмотрения землепользователю должно быть выдано предписание об устранении данных нарушений. Ну и, соответственно, дается месяц на то, чтобы данные нарушения были устранены. Подобраться столь близко ко второму участку не получилось. Однако даже с другого берега невооруженным глазом видно, что территория завалена мусором. Назначение у участка тоже прописано как сельскохозяйственное. Но что-то пошло не так. Глава Сургута Вадим Шувалов, который побывал на инспекции, отметил, что к нарушителям будут применяться жесткие меры. Особенно с учетом того, что эти две территории расположены в пойме Аби. И во время половодия весь этот мусор уходит в реку. Впереди у нас реформа ТКО. И вот такие вещи, они просто недопустимы. То есть администрация совместно с общественностью будет просто с этим жестко бороться и пересекать. Впрочем, такие ситуации, вероятно, уже с этого года станут исключением. Теперь вывозом отходов будет заниматься региональный оператор «Юграэкология». Мусорная реформа дошла и до северной зоны, в которую входит Сургут. Для обычных жителей, кроме суммы за обращение с твердыми коммунальными отходами, по большому счету ничего не изменится. Но об этом чуть позже. Население даже может не заключать прямой договор с регоператором. Документ на новую коммунальную услугу является публичным и распространяется на сургутян автоматически. А вот бизнес это сделать обязан. И вряд ли региональный оператор будет рисковать репутацией, чтобы складировать мусор не на полигоне, а где-то в лесу. А теперь о стоимости. Для всей северной зоны установлен единый тариф на обращение с ТКО. Это 697 рублей, 50 копейка в год на человека. Посчитать, сколько каждый будет платить ежемесячно, труда не составит. 1,9 кубических метра на человека в год. Соответственно, умножаем на тариф 697 рублей и делим на 12 месяцев. Будет размер платы на человека составлять. Ежемесячно. Ежемесячно. 110 рублей 44 копейки. Это размер платы на человека в многоквартирном доме. Соответственно, если в квартире проживает 4 человека, 110 рублей умножаем на 4, получаем размер платы за месяц. Хорошая новость для льготных категорий, которые получают компенсацию за ЖКУ. Поскольку услуга обращения с ТКО коммунальная, теперь субсидия будет распространяться и на эту строчку в платежках. Документы причем подавать в управление соцзащиты не нужно. Делать скидку начнут автоматически. Новые коммунальные квитанции должны прийти сургутянам уже в августе. Сейчас Юграэкология ведет работу с расчетными центрами, чтобы жители платили за услуги, как и раньше, одной суммой. Пока мусор будут вывозить на действующий сургутский полигон «Природа» в 9 километрах от города. В ближайшие годы должны появиться и новые площадки. В соответствии с территориальной схемой предусмотрено строительство пяти межмуниципальных полигонов. Один из межмуниципальных полигонов на сегодняшний день возводится в городе Нефтьюганске. Планируется, что дата ввода в эксплуатацию этого объекта – декабрь 2020 года. Остальные четыре объекта – это Хантамансийск, Нижневартовск, по-моему, Сургзут. Также планируется, пока дату не могу сказать, сейчас проводятся работы по нахождению земельного участка. Предварительно известно, что новый полигон расположится в районе действующего. На площадке будет и завод по сортировке и переработке отходов. Сейчас прорабатывается вариант отдать его строительство бизнесу по договору концессии. Также в перспективе новые контейнерные площадки. Их в Сургуте появится 90. Поставят баки на муниципальной земле, в местах, где таких зон еще не было. Там будет предусматриваться сбор у нас на два контейнера. Это сухие и влажные. То есть вторсырье и то, что пойдет только на полигон для захоронения. Поэтому все это в перспективе будет. Также тут содержащие, конечно же, отходы. Опасные контейнеры, которые мы тоже наблюдаем оранжевого типа. Поэтому все это прорабатывается. В многоквартирных домах, по сути, работа отлажена. Управляющие компании просто передадут ее региональному оператору. Правда, пока ответственного за контейнерный парк не определили. А губернатор Югры Наталья Комарова на уходящей неделе в своем инстаграме опубликовала новость, что принято решение выделить муниципалитетам субсидию на приобретение баков. СМИ сообщает, что речь идет о сумме в 81 миллион рублей. Уже в этом году на эти деньги должны закупить почти 6 тысяч контейнеров и обустроить тысячу площадок для них. Без новых технологий никуда. Контейнеры оснастят датчиками наполняемости. Так что современные тренды докатились и до мусорок. Следующим шагом должно стать решение о сортировке отходов. Собственно, стандартной практики для Запада. Правда, когда в наших квартирах появится по 3-4 мусорных ведра вместо одного, вопрос пока открытый. Андрей Лобов, Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. На уходящей неделе возобновились судебные заседания по уголовным делам, которые возбуждены против бывшего главы Сургута Дмитрия Попова. Наша съемочная группа работала на них. Допрос экс-мэра по инкриминируемым преступлениям перенесли. Изначально планировалось, что на этой неделе серию заседаний откроют как раз-таки показания бывшего градоначальника. Сторона защиты настаивала на том, чтобы удалить из зала заседаний следователя по особо важным делам, который занимался подготовкой материалов к процессу. Мотив – желание адвокатов допросить сыщика в качестве свидетеля. Представитель прокуратуры возразила, сославшись на то, что соответствующее ходатайство не поддавалось. А сам свидетель, исходя из своего статуса, может прокомментировать только процессуальные действия во время расследования. Суд с позицией гособвинителя согласился. Адвокаты Дмитрия Попова попросили пять минут на совещание и заявили ходатайство об изменении порядка судебного следствия. Таким образом, суд вначале заслушает показания свидетелей, а уже потом Дмитрия Попова. Изначально была информация, что всего допросят около ста человек. В ходе последнего заседания произошла замена представителя потерпевшего. На основании доверенности администрацию города в суде теперь представляет Елена Фищук, председатель комитета по управлению имуществом мэрии. Я напомню, что бывшего главу Сургута обвиняют в совершении трех преступлений. По мнению следствия, Дмитрий Попов одобрил невыгодную сделку по продаже песка, поставил подпись под договором о приобретении помещения для билдинг-сада и нарушил процедуры при выплате субсидий совхозу «Северное». Экс-градоначальник все обвинения отрицает. О других важных событиях, уходящих 7 дней короткой строкой. Антонина Сахарова, Дайджест. Засыпали песком и золотали. В соцсетях набирает популярность видео, которое снял неравнодушный житель Сургута. Он заметил, что при выполнении ямочного ремонта на улице Производственной работники Севера Автодора нарушают технологию. На записи видно, что асфальт и бетон планировали укладывать на толстый слой песка. Очевидец пытался указать на недочеты, но встретил только агрессию. Работы на Производственной завершились около недели назад. После публикации видео участок инспектировали контролирующие органы. Проверка качества подтвердила опасения. Технология нарушена. Подрядная организация все недочеты уже устранила за свой счет. В дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса уверяют, что это единичный случай. Грибоедовскую развязку вновь отремонтируют. На этот раз по гарантии. Компании «Севера Автодор» за свой счет предстоит залатать трещины и восстановить бордюры на этом объекте. За качеством выполнения работ подрядчиков следят представители дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, контрольно-счетной палаты и думы города. Они проверяют состояние ранее отремонтированных дорог. Укладка асфальта на развязке, напомню, проводилась два года назад. Скорбная дата. 21 год назад в Нефтьюганске убили первого всенародно избранного главу города Владимира Петухова. Он приступил к своим обязанностям в 96-м. Однако, не проработав и двух лет, был расстрелян на улице. 26 июня в Нефтьюганске считается Днём памяти экс-мэра. В среду прошли гражданская панихида, митинг и церемония возложения цветов к бюсту Владимира Петухова. Почтила память с первого главы Нефтьюганска губернатор Югры Наталья Комарова. Здание Дома пионеров сохранят. Принято решение, что конструктив восстановят в историческом виде с использованием натуральных материалов. Для этого потребуется провести капитальную реконструкцию, в ходе которой каркас, по сути, выстроят заново. Внешний вид, этажность и размеры строения 1958 года будут сохранены. Столь внушительный ремонт обойдется городской казне в 80 миллионов рублей. Источники финансирования определены. Часть средств направят от продажи помещения городской аптеки. Остаток от приватизации муниципального помещения на Мелик-Карамово. Ожидается, что уже в 2020 году здание вновь откроет свои двери. Здесь разместятся ветеранские организации города. Первое место. Проект Юлии Давыдовой, продюсера телерадиокомпании «Сургут Интерновости», стал одним из лучших на окружном конкурсе «Отечество». Диплома за первое место в номинации «Патриот» наша коллега удостоена за цикл программ «Война глазами детей». Проект готовили ко Дню Победы. Премьера состоялась на телеканале «Сургут-24» 9 мая этого года. Героями стали дети, которые рассказывали сверстникам о Великой Отечественной войне своим языком. При этом они и сами узнали много подробностей о страшных сороковых. Организаторами регионального конкурса «Отечество» являются окружное отделение Союза журналистов России, Союз журналистов Югры, Ассоциация журналистов «Клуб Честное Слово». Добавлю, что посмотреть проект «Война глазами детей» вы можете в эфире нашего телеканала и на нашем сайте indefisnews.ru. Он размещен в разделе «Фильмы». Антонина Сахарова, Дарья Давыдова. Специально для телевизионного обзора новостей. Никак не поделят. История, о которой пойдет речь в последнем материале этого выпуска нашей итоговой программы, началась в 2017 году. Дачному некоммерческому товариществу «Барсовская» в безвозмездное пользование администрация поселения Барсова предоставила земельный участок, который находится в его границах. Председатель ДНТ намеревалась построить на территории детскую площадку и часовню. Но пока планам, судя по всему, сбыться не суждено. На земельный надел свои права неожиданно заявила служба охраны культурного наследия. Выяснилось, что территория принадлежит Лесфонду России, а не Барсова. Поэтому и строить там товарищество ничего не имеет права. Спор дошел до суда. Даже ни одного. Кому же на самом деле принадлежит участок и кто вправе им пользоваться? В запутанной ситуации разбиралась Юлия Плескачева. На данном земельном участке у нас здесь запланирована детская площадка, так как у нас в поселке Барсова очень много молодых семей. И детской площадки нет негде детям играть. Поэтому прямо вот это вот место, у нас детская площадка. Здесь у нас запланирована еще небольшая часовня. Благословение получила в 2017 году, прежде чем заключать договор, я встречалась с митрополитом нашим. Людмила Казанцева, председатель Барсовского, рассказывает, с 2014-го этот земельный участок площадью в 34 гектара отдан в безвозмездное пользование дачному товариществу. Передала на дело администрация Барсова. Это отражено и в документах. Власти поселения издали 145-е постановление от 1 июля 2015 года. Согласно бумаге, утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане. Барсовскому делегировали поставить участок на кадастровый учет, чтобы все было окончательно по законодательству. Так в ДНТ и поступили. Казалось бы, стандартная рабочая ситуация, коих в день во всем округе происходят десятки. Но не тут-то было. Пользоваться территорией в ДНТ до сих пор не могут. Причина – постоянные суды. На землю наложены ограничения. Свои права на надел заявила служба охраны объектов культурного наследия. За разъяснениями мы обратились в администрацию Сургутского района. Официальный ответ властей гласит. В целях установления границ объекта культурного наследия Барсова гора Служба охраны объектов культурного наследия Хмау-Югры в августе 2017 года были поданы документы в Росреестр. Параллельно с обращением в Росреестр Служба охраны культурного наследия обратилась с жалобой в природоохранную прокуратуру. Эти 34 гектара вроде как находятся на территории урочища Барсова гора. Место силы – природно-археологического парка, где оставили след все культуры, когда-либо населявшие Тайгу-Приобье. Стали проверять у нас все эти проверки. Подавать на нас в суд. Мы много судов выиграли, все в нашу сторону. Стали нам обремечить ограничения, чтобы мы с этой землей ничего не могли делать. В 2018 году, в апреле месяце, уже через апелляцию, через битражный суд, все эти ограничения были сняты. И тут вышло новое исковое заявление, то есть признать договор недействительным или ничтожным. Природоохранная прокуратура, между тем, подала административный иск в арбитражный суд. Ведомство требует признать незаконными действия должностных лиц, которые помогали ДНТ Барсовскому оформить документы в кадастровой палате. Лица незаконно действующие, то есть не имея на то полномочий по заявлениям данных лиц и в результате осуществления должностных полномочий. Данная кадастровая ошибка, которая существует, по мнению ДНТ Барсовская, но фактически сведения, которые фактически не соответствуют действительности, она устранена. Последний иск был подан в декабре прошлого года. Основание – принадлежность участка, который входит в границы культурного наследия, Лесфонду Российской Федерации, а не Сургутскому району и поселению Барсова. В мэрии муниципалитета возвращаются к прошлому в 2014-й. Тогда никаких прав на территорию служба охраны культурного наследия не заявляла. На момент заключения договора безвозмездного пользования в отношении спорного земельного участка правовых оснований для отказа в его заключении не было. Несмотря на, казалось бы, окончательное решение арбитражного суда, ДНТ Барсовская с исходом не согласна. Людмила Казанцева обратилась за помощью к губернатору Югры Натальи Комаровой. На просьбу в округе уже откликнулись. Председатель товарищества готовится к личной встрече с главой региона. Все необходимые документы и решения судов Натальи Комаровой уже отправлены. Также Барсовская собирается обжаловать решение Югорского суда и подавать апелляцию уже в арбитражный суд Тюменской области. Юлия Плескачева, Сергей Коликов. Специально для телевизионного обзора новостей. Таким был тон этой недели. Чтобы всегда быть в курсе новостей, смотрите программу в Центре событий и читайте наш сайт indefisnews.ru. Завершат выпуск рекламы и прогноз погоды на предстоящие 7 дней. Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на наших каналах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Вся мебель в наличии. Евроофис. Улица Островского, 26. Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55-00-55. 55-00-55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Продлите молодость. Попробуйте проверенный и безопасный способ внутриротовое омоложения. Аппарат фотона корректирует изнутри носогубные складки и морщины вокруг рта. Губы омолаживаются и наполняются объемом без инъекций. Косметология будущего. Голдберг. 500-118. Купить собственную квартиру – значит ходить дома в том, в чем хочется вам. Купить собственную квартиру – значит включать свет там и тогда, когда хочется вам. Купить собственную квартиру – значит сделать такой ремонт, какой нравится вам. Купить квартиру в ЖК «Северное сияние» – значит купить комфортную квартиру, которая будет нравиться всем, но жить в ней будете вы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю с 1 по 7 июля в студии Дианы Иллыжбаева. Большую часть недели западно-сибирская равнина окажется в области обширного антициклона, так что облаков будет немного и воздух в регионе очень хорошо прогреется. Этот период затянется вплоть до четверга, а затем к берегам Аби прорвется циклонический вихрь и под аккомпанемент грозовых дождей столбики термометров поползут вниз. В начале недели переменная облачность без осадков. В понедельник ночью плюс 11, плюс 16, в днем плюс 24, плюс 29. Во вторник ночью плюс 12, плюс 17, в днем плюс 26, плюс 31. В середине периода солнечно, осадки маловероятны. В среду ночью плюс 14, плюс 19, в днем плюс 28, плюс 33. В четверг к утру плюс 15, плюс 20, после полудня плюс 28, плюс 33 градуса. В салонах обуви «Саламандр» большая распродажа летней обуви. Скидки до 50%. Скидка до 80% на зимнюю, демисезонную и летнюю обувь. Дисконт-центр, улица Просоюзов, 21, второй этаж. В конце недели облачность, пройдут ливни и грозы. В пятницу минимальная температура плюс 16, плюс 21. Максимальная на 7 градусов выше. В выходные к утру плюс 12, плюс 17, после полудня плюс 21, плюс 26. А у нас минус 20 на весь ассортимент «Филипс Авент». Соски, бутылочки, пустышки, стерилизаторы, радионяни, непроливайки. На все минус 20% уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю комфортной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»